Всем привет! Хотите проверить себя на трэша устойчивость? Тогда вам сюда, ведь обзор сегодняшней ленты – это как прививка для усвоения практически любого трэш-зомби кино. Город зомби или город кошмаров – именно та лента, которая может понравиться с первых же минут, а может показаться полным бредом и будет выкинута в мусорное ведро вместе со вчерашними спагетти. Талантливый режиссер Умберто Ленци, поработавший во всех жанрах, снял фильм, идущий в разрез со всеми принятыми на тот момент канонами зомби-фильма. Медленно плетущиеся, восставшие из могил и болот мертвецы на тот момент его мало интересовали. И чтобы не идти по стопам знаменитых земляков или копировать «Рассвет мертвецов», Ленци снял свое кино, которое отчасти цитировали, да и продолжают, уже состоявшиеся в кинопрофессии люди. Что же такого в этой ленте, что ее до сих пор продолжают искать, скачивать, покупать DVD? Кинолента о выживании. Выживание среди кошмара, который воцарился в городе и со стремительной скоростью разрастается дальше. Виной всему некий вирус или облучение, превращающий обычных людей в жестоких убийц, жаждущих смертей и крови. Подвергшиеся вирусу приобретают звериную агрессию, которая придает им нечеловеческие физические силы. У зараженных наблюдается физическое изменение внешности, как то жестокий взгляд и отвратительные наросты на теле, которые прогрессируют в зависимости от времени инфицирования. Люди в этой суматохе, по замыслу режиссера, словно куры, в панике разлетаются кто куда, попадая в лапы вот к этим вот атомным зомби. Военные не спасают положение ни на грамм. В течение всего фильма у них идет обсуждение, объявлять ли чрезвычайную ситуацию. Также они бессмысленно перемещаются по комнате, которая служит штабом. Да, присутствие военных в схватках со зверевшими зомби также не приносит никакого результата. Так как похоже, что кроме героя в исполнении Хуго Штиглица, практически никто не в состоянии справиться с инфицированными убийцами. Кровавую вакханалию полчищ маньяков вы будете лицезреть на протяжении всего фильма. Нет, конечно, это не значит, что каждую минуту кого-то рвут на запчасти и целуют зубами в горло. Но и те моменты, которые будут представлены на суд зрителя, даже сейчас способны шокировать впечатлительных людей. Команда этого испано-итальянского фильма заполучила гримеров, работавших на ранних фильмах с Дарио Ардженто и делавших мясные спецэффекты для последних лент Сеньора Фульчи, в том числе и для такого суперфильма, как Зомби 3. Стоит ли утверждать, что существа, показанные в ленте «Город зомби», являются зомби или, скорее всего, это некий подвид вампиризма? Ведь резонно утверждать, что вампиры пьют кровушку, а зомби лакомятся мозгами и прочим ливером. Я думаю, даже сам Умберто Ленци вряд ли даст ответ на этот вопрос. Просто есть конкретная ситуация, которая рассказывается средствами кинематографистов. А там, как кому нравится, хоть зомби, хоть вампиры. Лично мое мнение – это зомби. Вот скажите, если это вампиры, то почему они не прячутся от солнца, не спят в гробах, не превращаются в летучих мышей? У них нет острых клыков. И самый весомый аргумент – ни на одном из них я не разглядел плаща с красным подкладом. То-то же. Итак, с инфицированными атомными зомби мы разобрались. Кто же этот высокий курчавый бородач в пиджаке с легкой степенью запитости? Да, это же мексиканский актер Хого Штиглиц. Продюсеры явно ориентировались на гигантскую мексиканскую аудиторию, которая, несомненно, повалила бы в мексиканские кинотеатры, где глаз бы литеров радовался бы от количества сомбреро и пончо в кинозале, а хруст от начес сглушил бы самую передовую стереосистему звука в Мехико. Доподлинно неизвестно, стал ли этот фильм национальным достоянием Мексики из-за участия в нем Хого Штиглица. Но Квентин Тарантино, в дань уважения скромным актерским способностям этого актера, назвал его именем одного из героев своей ленты «Бесславные ублюдки». Что же остальные актеры? Ребята, это бесподобно. Бесподобно традиционно для итальянской киношколы жанра ужасов. Присутствуют все клише трешевой актерской игры стандартного культового фильма. И да, здесь тоже есть знаменитые убойные фишки. Ну, например, это когда с самого начала фильма нам показывают персонаж, раскрывают его характер, показывают его переживания и страхи, а затем, спустя какое-то время, убивают. Обязательно жестоко, с демонстрацией кровавых подробностей. И линия героя, которая, как вы подумали, дойдет до финала, прервется так же неожиданно, как и в дальнейшем сам фильм. Причем этот прикол я не раз наблюдал в лентах именно итальянских режиссеров. Что мы имеем по факту, если не умничать по поводу странной игры актеров и нелепого грима атомных зомби? Очень прелюбопытный фильм, отголоски которого можно увидеть визуально или в мимолетных отсылках во многих фильмах со схожей тематикой. Рекомендую. Несомненно, рекомендую. Это, как знаете, вроде различных рекомендаций. Например, ВГИК рекомендует или 500 лучших фильмов ужасов, по мнению такого-то сайта. Ну так вот, LFTL рекомендует вам посмотреть этот фильм и оценить игру Хого Штиглица, который просто пытается выжить в этом кошмарном городе. В кинокартине много экшена, драк, жестокости и жести, однако вряд ли до него досидят те, кто увидит первую потасовку в аэропорту и грим-зомби и быстренько выключат фильм. Как я уже говорил, картина является своеобразной инъекцией, что ли, или прививкой в стиле трэш. И посмотрев немного, фильм затягивает. Ты его смотришь и подсознательно соглашаешься с правилами, которые ставит режиссер, да и все создатели этого обязательного к просмотру фанатам ужасов фильма. Думаю, что все, кому нравятся фильмы о живых мертвецах, видели это кино или что-то слышали о нем. Неплохой повод, посмотрев мой обзор, вновь пересмотреть этот фильм. Тем более, что уже как с 2015 года он выпущен на Блю-Рее. Кстати, отличная новость. На момент создания этого обзора уже объявлены съемки ремейка этого фильма, который будет ставить Том Савинни. Он же лично будет руководить и производством спецэффектов в своей киноленте. Так что будем надеяться, что фильм будет не менее интересным и доставит массу удовольствия фанатам жанра. На этой приятной ноте позвольте закончить наш сегодняшний обзор. Делитесь видео в соцсетях и оставляйте ваши комментарии. Пообщаемся. Всем удачи!